Добрый день всем, меня зовут Олеся Беланович ПЭЦ, и я представляю немецко-белорусский проект «Суместно разом, взаимно разом. Пашираем махчимастей правы жанчин Беларуси». Этот проект реализуется немецкой организацией ДРА и фем-группой координационной Рады. У нас было уже некакие дискуссии у межах нашего проекта, и в наших дискуссиях мы спрабавали поднять тему жанночага протесту, формы жанночага сопротива. Так само мы размовляли про махчимастей международной солидарности у беларускай ситуации и про ситуацию с жанчинами Беларуси, які знаходятся у турмах по политичных причинах. У межах нашего проекта сёння мы ладим завершаючую дискуссию, якая присвечена выходу двух книг на немецкой мове про отдел беларускых жанчин у протестах. Это книга Вольги Шпарага у революции жанночы твар, приклад Беларуси, и книга Алис Боте, жанчины Беларуси про революцию, нужность и праву да свободы. Я вельми рада вітаць наших аутарах сёння, и вельми рада вітаць таксама нашу модераторку Машу Давычик. Маша Давычик культурологіня атрымала аддукацію культурологічну і экономічну ў Менску, а дэсэртацію бараніла ў Нямечене, ў высшейшай педагогічной школі города Людвісбурга про трансформацію культурной палітыкі. А крамя таго, я хацела пазначыць, што Маша з'являецца аутарка аднаго з эсэя ў зборніку падназвай «Беларусь. Жаннощы твар революции», які аб'яднаў аутарак беларускіх і нямецких падтэмі ў дзілу беларускіх жанчын ў протэстах. Па час нашы сённяшній дэскусі ў нас будзем ахчымыць паразмавляць з аутарками пра резананс на выхэтых кніг, пра дэскусі, які вызвалі гэтыя кнігі ў нямецкамоўной прасторы, а таксама пра дэскусі, які вядуцца ў беларускім і нямецким контэксте пра ў дзіл жанчын ў революции Беларусі. Мы будзем веймі вам ўдячны, таксама, калі вы будзете прымаць актывны ў дзіл, задаваць пытанне падчас дэскусі. Пытанне можна задаць прас чат па беларуску, па русску, ті па нямецку. І дзякуючы нашым пераклачыццам, гэта Ирына Герасимович і Маргарыта Хёкна, ў нас ёсць махчымасць вести гэту дэскусію наваць на трох мовах. Таксама я хацела пасабліва падзякаваць маим каліжанкам Людмилі Булыга і Шелі Кнубан і таксама каліжанкам пем групы за допомогу організація в цій дискуссі. Я жадаю нам цікаві дискуссі і передаю слово Маше Давыдчеве. Дякую, Олеся, дякую за дякую за перегляд. Дякую, Олеся, дякую за перегляд. Дякую, по-немецки. Я надеюсь, что эти книги выйдут і на других яздыках, для того, щоб ви могли вести дискуссію також і на этих яздыках. Беларусь сегодня – це більше 900 политичних заклічонных, відбуваючих общій сложності, більше 220 тисяч днів в тюрі. Последняя правозащитная организация была закрыта в октябре. Последний независимый медиапортал теперь в начале декабря недавно. Это последствия массового движения процесса. Женщины вывели белорусское общество во время президентских выборов 2020 года и в первых месяцах протеста из многолетнего оцепенения. Значение женщин как катализатора социальных изменений в Беларуси просто трудно переоценить. Два автора, Алиса Бота и Ольга Шпарага, они восприняли эти события в Беларуси как возможность спросить с одной стороны, почему так произошло, и с другой стороны, они рассматривают зарождающиеся движения социальной свободы в более широком контексте. Во время нашей дискуссии мы хотим как бы два основных момента выделить. В первую очередь речь идет о каком виде участия женщины требуют в Беларуси или может быть во всем мире, как это может быть обосновано. И потом, как понять эти процессы, эти процессы изменения, инициированные женщинами, и как их можно понимать в международном контексте. Я приветствую сердечно доктора Ольгу Шпарага. Это профессор философии, директор Европейского колледжа Liberal Arts, то есть либеральных искусств Беларуси в Минске. И с января 2022 года она находится в Берлине в качестве гостя и исследует трансформационные процессы в более широком контексте. Я также хотела бы поприветствовать Алису Ботта. Она редактор немецкой еженедельной газеты «Дитсайт». Она отвечает за вопросы, связанные с Восточной Европой и руководит офисом «Дитсайт» в Москве. И сегодня мы поговорим также о ее книге, которая вышла летом 2021 года под названием «Ди Фраун фон Беларусс», то есть «Женщина Беларуси. Революция мужества и стремления к свободе». И как Олеся сказала, что Ольга Шпарага тоже у революции «Женское лицо», я бы начала с Алисы. Поскольку твоя книга несколько позже вышла, если смотреть по хронологии, тем не менее эта книга вносит очень большую разъяснительную работу о роли женщин в протестах в Беларуси. Ты пишешь в видении, что есть что-то возвышенное в том, что люди преодолевают свой страх и вступают в неравную борьбу. Это то, что тебя особо мотивировало, или вот твоих источников информации явилась причиной тому, что твоя книга вышла. Большое спасибо за приглашение. Я буду тоже говорить на немецком, потому что это мой родной язык. И там есть, конечно, нюансы, которые, может быть, являются важными и которые я не смогла бы, может быть, выразить на русском языке. Что меня подвинуло к тому, чтобы писать о протестах именно о Беларуси? Потому что я была на протестах в Армении, в Грузии, ранее еще в Израиле, в Украине. То есть я там присутствовала в качестве репортера. Но здесь есть несколько причин. В первую очередь, это то, что я не могла туда поехать, я не была на месте. Это было невозможно для репортера, это ужасная ситуация. Но я могла делать почти все онлайн. И поскольку я была... Меня там не было и познакомилась со многими людьми и поддерживала с ними контакт, то возникло очень-очень интенсивный обмен и контакт. Я по воскресеньям, по субботам все время висела на телефоне, который был около моей кровати постоянно. И я писала людям, все ли в порядке, все ли хорошо. То есть это были те контактные лица, с которыми я поддерживала связь. И я у них спрашивала, где они. Я просто не спала всю ночь, ожидая ответа от них. А если я его не получала, то я знала, что они арестованы. И поскольку не было картинки, но было молчание, это очень интенсивное переживание. То есть это другая роль репортера, чем я ее знала до сих пор. И другая причина связана именно с мирным характером этих процессов. По моему протестов, как корреспондент, как репортер, я знаю, что протесты происходят таким образом. Есть протесты, демонстрации. Они зачастую очень мирные. Потом государство начинает бить людей, пробует защитить то, что у них есть, эту всю систему. И не пугает ее насилие. И ответ обычно тоже насильственный. Это мы видели в Киеве, на Майдане, например. А здесь не было вот этого ответа, хотя насилие было ужасное и массивное и беспощадное. И это мне очень импонировало. Ну и потом стали очень сильно заметны женщины. И три женщины, которых недооценили, практически стали символом этого протеста и протестного движения. Алис, ты говоришь, что я вижу себя как бы как переводчиком. Также и в этой книге ты возвращаешься к истории Беларуси, видишь очень много причин для того. И пытаешься из истории перевести все в современность. И, конечно же, это и другое общество в плане языка и культуры. Что это для тебя означает? Что ты должна была переводить? Как ты понимала в этом свою роль при создании этой книги? Для меня очень важно было беседовать с Ольгой Ишпарагой в августе. Когда мы провели эту беседу, мы не знали, что есть какие-то идеи в книге. И я думаю, что идея, скорее всего, возникла ранее у Ольги или, может быть, одновременно. Но мы смотрели на эти процессы, как женщины в них участвовали, какие мотивы сделали их такими видимыми преодоление самих себя. Это что-то такое универсальное. И это можно понять, даже находясь за пределами Беларуси. И это нужно обязательно понимать. Одновременно очень важно, что страна, где немецкие СМИ, заграничные СМИ вообще туда особо не смотрят. Но нужно туда смотреть. Потому что если даже люди не интересуются страной, то нужно хотя бы посмотреть туда, потому что это связано также с политикой здесь, в Германии, с направлением этой политики. И по моему опыту, как журналист, это помогает, когда это можно связывать с тем, что каждый или каждая знает. И то есть это значит преодолеть себя, выполнять совсем другие роли. И когда я говорила с Ольгой, это был момент, когда я думала, что да, это может понять даже тот вдохновиться этим, кто никогда ничего не слышал о Беларуси в своей жизни или об ее истории, или о политической ситуации. Ольга, мне хотелось бы тоже спросить тебя. Очевидно, это было такое взаимное вдохновение. То есть очень важная беседа, потому что в результате возникли важные вот такие труды, которые помогают нам понять реальность, освоить ее. И как ты видишь, теперь уже ты живешь более года в Германии, и книга тоже появилась в Германии. Может быть, изменился твой взгляд на протесты, потому что ты или на ситуацию в Беларуси, потому что не смотришь туда изнутри, а уже снаружи. Да, я всех приветствую. Хотела бы тоже сказать спасибо за организацию этой дискуссии всем. И Алис Ботта хотела сказать спасибо за книгу, потому что мне кажется, очень важно, чтобы о Беларуси писали разные авторы из разных перспектив, и чтобы это были голоса и из Германии. Но такие голоса, такие авторы и авторки, которые разговаривают на равных с белорусскими и белорусами, это очень важно. Тогда возникают тексты, которые действительно позволяют взглянуть наиболее пристально на то, что происходит в Беларуси. Ну, к этому вопросу, как изменился мой взгляд, не знаю, первое, наверное, что я хотела сказать, я считаю важным, что я написала книжку и говорю про Беларусь, поскольку я бы себя отнесла к той генерации, которая вышла на улицы за демократические ценности, за вот такой инклюзивный проект для Беларуси, где разные социальные группы будут бороться против насилия и будут бороться против насилия, направленного на общество в целом. Это будут женщины, люди старшего возраста, люди с инвалидностью. И мне очень важно все это время, и остается важным эту позицию представлять и защищать, потому что есть и другие взгляды на белорусскую революцию. Я это вижу и защищаю свою позицию, представляю ее и, может быть, как-то дальше продумываю, что такое Беларусь в этом европейском контексте и в немецком контексте. Второе, что я хочу сказать, ну, конечно же, я сталкиваюсь с колониальным взглядом на Беларусь. Мы много это обсуждаем и с журналистами, и тоже в разных дискуссиях о том, что Беларусь остается невидимой. Несмотря на революцию, Беларусь мало освещается в СМИ. Немецкие феминистки не поддержали белорусок. Надеюсь, мы еще эту тему затронем. И мне кажется, что еще предстоит очень большая работа для ученых, для журналисток, для НГО, для политиков. Если мы действительно хотим, чтобы то, что родилось, этот новый освободительный проект, это видение демократии, которое родилось у белорусских граждан в 2020 году, если Германия хочет поддержать его, если в Европе хотят поддержать это видение, то про Беларусь нужно больше говорить, больше писать, больше обсуждать. Ну и, может быть, третье, то, о чем мы тоже на многих дискуссиях говорим, говорить о Беларуси не из перспективы интересов Кремля и Москвы, а из перспективы интересов самих белорусов и белорусов и общего европейского пространства, в котором мы находимся. Может быть, что-то мне хотелось бы еще добавить. Особенно последний пункт очень важен, потому что это парадокс. Я сидела в Москве, писала о Беларуси, не было на месте, но когда я приехала в Берлин и думала, что я поеду в Минск, то мне не дали бумаг, но пункт очень важный, что Беларусь или такие страны, как Украина и другие страны, не смотреть как массу геополитических игр каких-то. То есть какая-то вот странная такая объективизация происходит целых обществ, целых культур с точки национальных государств. То есть тут должен быть интерес к тому, что там происходит, именно там, внутри. И мне, например, было очень важно в своей книге отметить, и я об этом пишу, что эта геополитика Москвы, она только в последней главе у меня упоминается, потому что я хотела упомянуть именно, что может интересоваться этой страной, не придавая ей значения через третьих, а именно Россия. Алис, ты еще один тезис выдвигаешь, и это связано вот с этим вот, значит, соотношением политики и власти. И ты говоришь, твой тезис, то, что Лукашенко – это политик вчерашнего дня. То есть из этого я делаю вывод, что Тихановская или трио вот этих женщин – это политики или активистки, которые являются людьми завтрашнего дня. Как ты точно имеешь в виду вот это со вчерашним и сегодняшним? То есть какие есть критерии, различия между этими людьми? И может быть, тот же вопрос я хотела бы и Ольге тоже задать. То есть как ты видишь разницу между политикой, геополитикой вчерашнего дня и сегодняшнего и завтрашнего дня? Для меня все вертится вокруг понятия власти. Как люди понимают власть? Лукашенко, Путин, их режимы. У них классическое виберовское понимание власти. Власть у тех, кто может навязать свою волю другим. Привести их в ситуацию, когда они делают то, что хочется другим. Но это определение власти не действует на будущее. Я обратила внимание на определение Ханны Арендт. Что я имею в виду? Мне кажется, что понятие, которое вводит Ханна Арендт, можно рассматривать как soft power, как мягкую власть. Это концепция, которую не понимают ни Лукашенко, ни Путин. В России это понятие впервые появилось в официальных документах 10 лет назад. То есть человек не ведет за собой кого-то и не стремится убедить, создать эту стрессовую ситуацию, на которую потом реагируют традиционными военными средствами. По сути, в Беларуси государство вело войну против своих граждан. И это средства вчерашнего дня. Они создают такую ситуацию, когда определенное состояние цементируется. В конце августа, более года назад, мне казалось, что это вопрос времени, чтобы Лукашенко ушел. Сейчас я более трезво смотрю на ситуацию и боюсь, что это может длиться еще годы. И тем не менее, это все-таки сохранение власти способом, который, можно сказать, не имеет будущего. Это может быть только краткосрочно. Будущее за теми, кто может коммуницировать, кто может говорить. И поэтому это практически наивное говорение Светланы Тихановской или Марии Колесневой, которая показывает сердечко. И Вероника Цепкало, которая рассказала очень личные истории о своей матери. Мне показалось, с одной стороны, что это типично женские подходы. И иногда мне казалось, что практически клишированные. Я спрашивала себя, обязательно ли это. Но мне показалось, что это очень важно в этой ситуации жесткости найти слова любви, протянуть руку. Это очень важная стратегия. Ольга, как ты это видишь? Я хотела бы Алису поддержать. Мне кажется, что действительно речь идет о двух концепциях власти. Одна власть, которая связана с Лукашенко, его аппаратом. Это власть, которая сверху навязывается гражданам. Граждане должны подчиняться определенным предписаниям. Институты устроены определенным образом. Можно играть только по этим правилам. Их нарушать нельзя. И другая концепция власти, которую предложило общество, это власть во множественном числе граждан снизу. Это действительно похоже на то, как описывает Ханна Арин. То, что происходит между гражданами в процессе, когда они говорят, когда они через слово борются за присутствие в публичном пространстве и, собственно, за политику. Они хотят определять политику, быть политикой, быть участниками политического процесса. Ну и в этом смысле, вот я уже говорила, я называю нашу революцию инклюзивной, и она и утопическая. Тоже, поскольку, в принципе, вот этот проект демократии снизу все еще во многом остается утопией. И не только в Беларуси, но и для других демократических стран, где все вот эти проблемы с демократией связаны с тем, что не хватает механизмов по реальному вовлечению граждан, по изменению институтов, исходя из очень разных интересов, и противоречий, которые существуют в демократических обществах тоже между разными интересами. И идет ли речь, когда мы говорим об утопии, про будущее исключительно? Мне кажется, нет. Мне кажется, что в этом настоящем просто революция в Беларуси пробила брешь, и будущее в этом вот разломе дало о себе знать. И это будущее, конечно, вдохновляет нас до сих пор. Понятно, что мы столкнулись сейчас, в 2021 году, с реакцией режима. Но, в общем, сложно найти сегодня, я не знаю, аналитика, который бы не сказал, что у режима Лукашенко будущего нет, но есть будущее у протестующего общества, общество, которое сейчас страдает от репрессий. Но это будущее, это общество, у которого есть это видение. И это демократическое видение. И, в принципе, в ходе революции оно было представлено как максимально горизонтальное, открытое. И это, конечно, ведет нас вперед. Ты говоришь в своей книге, ты говоришь о новом понятии, разрабатываешь его, развиваешь революции, revolution in progress. Многие исходят из того, что белорусская революция потерпела поражение, потому что она не привела к кардинальным изменениям, как мы видели, если сравнить с странами другими на постсоветском пространстве. Сегодня мы говорим о возникновении новой коммуникации, нового способа коммуникации, как нам разговаривать друг с другом в политической сфере. Ты говоришь о том, что нам необходимо присутствие разных групп, их участия в политической жизни. И нам необходимы новые институты, которые позволили бы нам перепроживать эти противоречия, которые существуют в обществе. Потому что старая власть, как Алис говорит, говорила только на одном языке, на языке насилия. И международные наблюдатели, международные мыслители. Коллега, ты когда представляла эту книгу, как они реагируют на это понятие revolution in progress? Понимают ли они его, что несмотря на то, что быстрые изменения не произошли, тем не менее происходит очень многое? Какие реакции ты проживаешь на свою книгу? И на то, что все это еще в движении, что мы не говорим о каком-то быстром успехе? Ну да, я участвовала в очень большом количестве дискуссий, как академических, так и публичных. И в принципе, что касается академических кругов, ну, может быть, в большей мере больше было академических дискуссий, но я не знаю, в скольки процентах случаев, может быть, в 99% есть такое согласие, что начались трансформационные процессы в Беларуси, что, скорее всего, можно сравнивать с тем, что происходило в конце 80-х, начале 90-х в Центральной и Восточной Европе. Есть сравнение также с тем, что в Польше 80-е происходило, да, история с солидарностью, с военным положением, что также реакция была на возникновение вот этого продемократического движения, также была серьезная реакция, которую общество польское поместило на годы, да, в тяжелое положение, вот. Но все эти дискуссии, да, те, кто участвует в этих дискуссиях, соглашаются с тем, что в революции, в протестах Беларуси очень много признаков вот этой существенной социальной трансформации, да, что такая существенная социальная трансформация не может не сказаться на дальнейшем развитии Беларуси. Мы констатируем до сих пор, что Лукашенко потерял свою легитимность, поэтому целый год протесты прекратились, а репрессии продолжаются в каких-то сегментах общества, они даже усилены, и есть, мы обсуждаем, что они будут и дальше продолжаться, да, это значит, что мы не можем вернуться вот в ту точку, в которой находились, да, 2020 года, и вот запустились новые процессы, и, ну, да, мы сегодня говорим о том, что история нелинейным образом протекает, да, и это Беларусь также игрок в этом большом геополитическом пространстве, но в любом случае, что касается вот этого демократического потенциала, да, то появилось видение демократического будущего у белорусов и белорусок, и определенная часть общества, значительная часть которого сейчас за пределами Беларуси, но в Беларуси тоже готовы искренне дальше и в самых тяжелых условиях бороться, да, за это видение, за демократическое будущее белорусы. Спасибо большое, Алис. Я бы хотела у тебя тоже спросить, какие реакции ты видела на свою книгу? Как раз-таки вот эта роль переводчицы, ты как человек, который очень многие работают в этом направлении, как возникла твоя книга? Например, ты говоришь, как показать это женское преодоление, как что-то, что могло бы быть в любой стране мира, но определенно не каждая женщина была бы способна выступить против автократа. Многие женщины не обязательно должны это делать, потому что они в демократических обществах живут. Как ты думаешь, можно ли говорить о каком-то нехватке понимания этой ситуации? Можно ли вообще изнутри демократического общества понять эту ситуацию? Какие реакции ты видела? Я думаю, с одной стороны, то, что в Беларуси произошло, очень просто понять. Как правило, жизнь представляет много серых полутонов, а здесь это на самом деле черно-белое. Это практически какая-то неловкая даже простота и ясность ситуации. То, что мне с самого начала было ясно, почему нам все-таки необходимо, несмотря на это все, интересоваться этой ситуацией. Если мы, как сказал Томас Бонн, рассматриваем Беларусь как белое пятно на европейской карте, как можно привести людей к тому, чтобы они заинтересовались этим пространством? Нельзя же приказать им это сделать. Но это все понятно, что невозможно всем интересоваться. Но это невозможно всем интересоваться. Человек имеет определенный фокус, акценты, он не может свое внимание всем странам мира посвящать. Почему ему обязательно смотреть на Беларусь? И там мне хотелось как раз-таки поработать с такими универсальными чувствами, универсальными историями и создать такую рамку, с которой мог бы быть, может соотнести любую женщину. У Светланы Тихановской истории такая очень понятная, болезненная. Ее муж на 18 лет пошел в тюрьму, а она продолжает эмиграцию в Литве, свою работу. И она, по крайней мере, внешне совершенно другой человек, чем она была еще два года назад. И это преодоление себя, это необходимость выйти из своей роли прежней. Это то, что люди по всему миру могут понять. Неважно, интересуются ли они Беларусью или какой-то еще другой страной. И вот так из этого я исходила. И мне сейчас хочу вернуться к словам Ольги. Я немного скептичнее, как человек, который снаружи. Ольга невероятно хорошо разбирается в этом процессе. Она сама была в заключении тоже. И сейчас она в эмиграции. Она все процессы очень хорошо переживает. Я на дистанции за этим всем наблюдаю, но мне кажется, что революция по-настоящему начнется, когда Лукашенко уйдет. В зависимости от того, что тогда происходит, как общество будет прорабатывать то, что оно пережило, то все это насилие, все эти травмы. Мне кажется, что мы только сотую долю того знаем, что на самом деле происходит в участках милицейских и в тюрьмах. И тогда нужно будет определиться, необходимо будет определиться с тем, был проект Ольги еще другой, проект мобильности. Она социологиня, она проводила опросы, не репрезентативные, очень важно это подчеркнуть. Но стало понятно, что люди, которые участвуют в протестах, они ни в коем случае не более либеральны, не более феминистические, чем остальная часть общества. То, что будет, процессы трансформации начались, но то, что будет потом, это еще большой вопрос. Ольга, как ты, как фем-активистка, когда ты слышишь, что этот протест сам по себе не очень связан с настоящими феминистскими ценностями. В твоей книге ты ведешь дискуссию сама с собой, обращаясь к Ирине Соломатиной, которая убеждена в том, что совершенно никаких чистых, так скажем, феминистских ценностей там нет. Как ты это видишь? Где правда? Что на самом деле можно считать феминистическим? Ну, во-первых, с Ириной Соломатиной я все-таки не согласна в том пункте, что у протестов или революции есть феминистское измерение, но оно не охватывает всех женщин. И в книге об этом я отчетливо пишу. Я также говорю о том, что этот коллективный женский субъект расколот патриархатом и что это явление не только белорусское. Мы живем вообще сегодня в ситуации поляризованных обществ. И в том числе эта поляризация проходит по женщинам, по женщинам как группе. И эта поляризация связана с теми социальными иерархиями, которые существуют в обществах, которые, с одной стороны, критикуются, и им сегодня предлагаются альтернативы на уровне социальных практик, культурных образцов, устройства институтов. С другой стороны, они воспроизводятся, эти иерархии. Патриархат работает, и его признаков много и в Германии. И поэтому в Беларуси были и продолжают участвовать в протестах очень разные женщины. Женщины, которые идентифицируют себя через принадлежность к профессиональным группам. Например, спортсменки или учительницы. Женщины, которые себя называли отрядом домохозяек. Ну и среди всех этих групп были феминистки. Сегодня в тюрьме находится Ольга Гуа, феминистка, представительница ЛГБТК-сообщества в Беларуси. Она наказана и, по-видимому, будет на несколько лет осуждена. Ей вменяют организацию женских маршей, хотя марши организовывались, можно сказать, всеми участницами. То есть это децентрализованный был протест, женские марши тоже. Но уже и власть, режим в Беларуси идентифицировал эту женскую группу, в том числе как феминистскую. И феминизм, и феминистское измерение, и феминистские ценности также идентифицируются как часть, как повестка протестов. Но я совершенно согласна с тем, что не все женщины говорят на этом языке, не все женщины выделяют проблемы, которые связаны с неравенством между мужчинами и женщинами, с насилием в отношении женщин, проблемы специфические. То есть многие женщины говорили о насилии в целом, государственном насилии, насилии по отношению к себе как представительницам профессиональных групп, к примеру, или возрастных групп. Но в принципе можно также сказать, что феминистское измерение в другом смысле феминизма было и у этих групп, поскольку все равно представительницы этих групп участвовали в женском марше, идентифицировали себя как женщины и становились политическими субъектами в этом процессе. И вот эта вот субъективация женщин, на мой взгляд, все-таки тоже в определенном смысле мы должны говорить о феминизме. В строгом смысле это там определенные группы феминисток, женщин, которые себя как феминистки идентифицируют, а в более широком смысле и все белорусское общество, не только женщины, на мой взгляд, заговорило на языке феминизма, поскольку Лукашенко еще перед выборами высказался, что любимую не отдают, что он белорусское общество интерпретирует в терминах абьюзера, который держит семью как насильник в заложниках. И общество в ответ заговорило, что мы хотим высвободиться от этой патерналистской насильственной власти отца. И это очень интересно, я это интерпретирую, как белорусское общество, представители очень разных групп, не только женщины, стали использовать язык феминисток. Это тоже такой интересный феномен. Мы это наблюдаем также и в белорусском обществе уже давно, что именно женщины тоже были долгие годы избирателями режима Лукашенко и самого Лукашенко. Ты говорила о различных социальных группах. Мне хотелось бы здесь задать вопрос из нашего форума, потому что этот вопрос замечательно подходит к этой теме. Кристиан говорила о теме поколений. Насколько есть различия между различными генерациями, различными поколениями женщин именно в связи с протестами? К примеру, что касается, например, принятия и непринятия Лукашенко, и что это означает для будущего и для будущей совместной жизни этих разных поколений в одной стране? Большое спасибо за вопрос также. Ну, я таких исследований нет, да, о разных генерации женщин нет просто социологических данных у нас. Но я и в книге отмечаю, что в тюрьме, к примеру, были женщины всех возрастов от 16 до 60. В Беларуси была группа людей старшего возраста, которые участвовали в протестах. И мы пришли к выводу нашей феминистской группы, когда анализировали фотографии участниц на маршах, что это большинство женщин, женщины старшего возраста. Можно, конечно, предположить, исходя из того, что вообще наиболее активной группой была группа 20-35 лет, что и женщины, да, наиболее активные тоже этой группы. Но специфика белорусского протеста как раз, что вовлечены были все социальные группы, да, и не только Минск, но и другие города, да, и возрастные группы все, да, люди старшего возраста отдельной специальной группой выступали. И, конечно, это не отменяет того, что в каждой из этих групп есть расколы, есть противоречия, но эта ситуация обнаруживает, что потенциал, вот этот трансформационный также есть во всех группах. И это очень важно, и нужно дальше понимать там для нас как феминисток, как ученых, исследовательниц, что с каждой группой нужно работать, да, специально, да, у каждой из групп свои проблемы, свои интересы, и там те противоречия, которые есть решать специально для каждой группы. Но, как я сказала, потенциал трансформационный есть во всех группах в Беларуси. Может быть, Alice что-то еще бы добавила, потому что в твоей книге эти аспекты очень подробно описываются, различные поколения и 90-х годов и так далее. Впечатление в беседах с более молодыми женщинами я заметила, что поколение родителей после вот этих первых ужасных дней насилия с большим стыдом обращалось к молодым людям и благодарило молодое поколение. Там, например, один пожилой мужчина плакал и извинялся за то, какое наследие его поколение оставило приходящему поколению. Я думаю, что Мария Кресникова, по-моему, тоже сказала, что Александр Лукашенко сделал больше для феминизма в Беларуси, чем кто-либо другой. И в этом есть, конечно, доля правды. Видит ли кто-то себя в качестве феминистки или феминиста, это насилие, оно шокировало всех и отпугнуло. И таким образом объединились группы, которые никогда бы не смогли найти друг друга и вступить в диалог. А то, что касается Ольги, я с ней разговаривала, для меня был очень интересный опыт. Там была статья о женщинах и протестах в августе 2020 года. После этого я говорила с Ириной Соломатиной. Ольга сначала сказала «Ура», а потом «Ой». Но это было очень важно, познакомиться с этими разными перспективами. Потому что и Соломатиной, конечно, права и не права одновременно. То есть чисто, если брать вот такое чистое понятие феминизма, оно никогда не бывает в реальности. И если Мария Колесникова не феминистка, то кто тогда, которая работает с женщинами, которая своих сотрудниц или основали, например, хаб, вернее, руководила там им. И чтобы, например, создать более большие туалеты для женщин, потому что они часто больше ждут, чем мужчины. И то, что она всегда обращалась к женщинам и говорила, что я феминистка, как тогда можно в этом сомневаться? Например, Вероника Цинкало тоже говорили, почему. Мы вообще говорили об этих больших демонстрациях, а, например, не о насилии домашнем и не женщинах. Я скажу, что я могу понять, что ситуация была такая, потому что мы искали темы, которые всех объединять. И если говорить о домашнем насилии на таких мероприятиях, то, конечно, это касается определенной части людей, до которых так и так можно достучаться. Но если говорить о людях, которые потом, может быть, позже вернутся к этой теме, нужна другая публика, я не знаю, правильно ли этот путь или нет. Я тут не решаюсь что-то сказать, но это чистая теория, а в действительности все по-другому. И даже кто-то вступает на путь феминизма, даже иногда не желая того вовсе. То есть вот эти идеи, мысли феминизма, как они выразятся, это нужно подождать. И Юлий Мицкевич сказал, что лучшие друзья женщины – это права человека. И на этом с этого все и начинается, именно с прав человека. И следующий шаг – именно права женщин. Итак, мы, таким образом, мы можем, может быть, прийти на тот уровень, на котором у нас будет исходная позиция или ситуация, когда речь идет о том, сформации общества. То есть права человека, которые действительно касаются всем, и в которых всех, и в которых может участвовать каждый. И, Ольга, во второй части твоей книги очень четко говорится и выражается, что ты говоришь, как мы можем попытаться события в Беларуси поднять на такой уровень, чтобы они имели значение на международном уровне и использовались. То есть это не только какая-то теория, в которой они останутся, но это для всех как бы будет исходной ситуацией для действий. Ты говоришь, что женщины с их специфическим социальным капиталом могут представлять лучшие интересы различных таких ранимых групп, чем, например, партии, где доминируют мужчины, и изменить их и обогатить их. И это дает надежду на обновление демократии в том плане социальной эмансипации, которая ни в коем разе не стоит на повестке дня только в Беларуси. То есть это означает, что мы движемся к новому виду демократии, как ты говоришь, постнациональная демократия в будущем. Может быть, ты могла бы немножко пояснить это с какими-то примерами, может быть, что это точно значит постнациональное демократическое будущее. Я хотела еще продолжить. Одно предложение добавить к тому, что Алиса говорила по поводу Марии Колесниковой, что она даже в интервью, которое дает в тюрьме, обращается к опыту женщин. И одно из недавних ее было высказывание о том, что она хотела бы, когда выйдет из тюрьмы, заняться проблемой женщин, которые находятся в тюрьмах, и включение их после того, как они отбывают сроки в общество. Ну, в общем, Мария Колесникова специально к женщинам как группе обращается, думает о женщинах, да, и понимает, что женщины сталкиваются со специфическим насилием, да, и что нужны специальные меры, да, для того, чтобы это насилие преодолевать. Ну, что касается моей идеи с постнационализмом, это были длительные споры, конечно, и дискуссии в Беларуси уже до 2020 года. И, конечно, скорее это было связано с таким консервативным национализмом, который и по всему миру мы в десятые, в нулевые, в десятые годы увидели в лице Трампа и многих других, да, правых консерваторов. И представители этой повестки, они защищали и в Беларуси тоже. Такой проект, где мужчины находятся во власти, где много иерархий разных, да, и те люди, у которых есть привилегии социальные, должны власть получать, да, и у них больше прав на то, чтобы претендовать на власть, а те, у кого нет привилегий, должны подчиненные позиции в обществе занимать, да, это с цветом кожи связано в том числе, с цветом кожи, с гендером, с возрастом. И мне кажется, что, ну, если думать, да, о том, как развивались национальные государства, то исторически эти иерархии, они, ну, встроены, да, в этот проект, я не знаю, начиная с Великой Французской революции, в лозунге «Свобода, равенство, братство» заявлено, что мужчины, как братья, должны в публичной сфере бороться за свои права, а женщины отвечают в частной сфере за воспроизводство нации и общества. И мне кажется, что даже когда мы критически смотрим, да, на эти определения и говорим сегодня уже не «свобода, равенство, братство», а «свобода, равенство, солидарность», да, и имеем в виду, что мы включаем действительно в процесс борьбы за свои права все группы, мы все равно воспроизводим эти логики, которые заложены в XIX веке, иерархии, как я уже сказала, никуда не делись, патриархат никуда не делся, еще на это накладываются национальные границы. За 30 лет неолиберальной глобализации внутристрановое неравенство выросло по всему миру, в демократических странах выросло, да, в первую очередь. Это разделяет разные страны, да, это делает напряженными, делает отношения между странами, это сказывается на миграционной политике, с которой большие проблемы в ЕС, да, должной политики, так мы и не имеем, да, в Европейском Союзе. И мне кажется, что нам нужен какой-то, нам нужен новый проект, да, проект, который выйдет за пределы вот всех тех противоречий, всех тех иерархий, всех тех напряжений, да, между классами, между группами, между мужчинами и женщинами, которые вот связаны с национализмом, да, с национальными государствами, начиная с Великой Французской революции. Не знаю, как назвать этот проект, может быть, его не постнациональным, надо назвать еще каким-то, да, но мне кажется, что вот в этом национализме и национальных проектах мы боремся, да, с этими негативными сторонами, но одновременно мы все время их воспроизводим, потому что национальные государства, национальные сообщества, они выросли, да, из вот этих вот социальных иерархий самых разных. Что бы ты сказала, вот эта теперешняя глобализация? Это проклятие или благодать для Белоруссии? То есть для, может быть, там есть какие-то маленькие и большие инициативы, можем ли мы повлиять на что-то более большое вот в этих рамках? Да, мы видим противоречия глобализации повсюду и видим, к примеру, как авторитарные режимы на глобальном уровне друг друга поддерживают, да, как Путин поддерживает Лукашенко, но не только он, да. И мне кажется, что такой поддержки между демократическими странами нам не хватает все еще, не хватает новых дополнительных инструментов, потому что мы, ну, как бы, мы находимся внутри, да, этих капсул национальных сообществ. Наши интересы национальные всегда выше, чем интересы других стран. В логике национального сообщества заложена конкуренция, да, сравнение. Мы по таким-то правилам лучше, я не знаю, белорусы лучше украинцев, да, или украинцы лучше русских. Эти логики постоянно воспроизводятся и мешают развивать новые солидарные практики, какие-то новые институты международные, о новых институтах думать, о новых формах поддержки. То есть я считаю, что потенциал в этой рефлексии о границах, которые нас разделяют национальные, большой. И, как я сказала, авторитарные режимы, как раз пользуются глобализацией, может быть эффективнее, чем демократия. Может быть, можно чуть-чуть переспросить, потому что это очень важно и привлекательно, но звучит как какая-то конкретная утопия, может, которую можно осуществить, но в настоящий момент звучит утопично. Может быть, какая-то, вот хотелось бы противоположную позицию внести. Многие государства, будь то Украина, Беларусь, Польша, они приобрели свою самостоятельность в договорах в 1998 году. И вот после Второй войны, после 1945 года они потеряли тоже свою вот эту структуру и стали частью, опять же, блоков, что проблематично, например, в Польше. И вот как вот этот национализм, он может означать, что нужно осознать свою культуру, свое наследие, которое, может быть, подавлялось Советским Союзом в прошлом. И говоря так уж совсем злым языком, может быть, сказать, что транснациональные формы сотрудничества как раз-таки представляют Лукашенко и Путин. Да. Спасибо большое за этот вопрос. Мне кажется, что вот если мы говорим про логику национальных сообществ, которую мне хочется преодолеть, то в моем представлении постнациональные сообщества не отказываются от своего наследия, интереса к нему, но отказываются от способа, которым они обращаются к своему наследию. Потому что логика вот этого национального сообщества – это тоже есть какая-то идентичность, которую нужно раскрыть, устойчивая. Часто в Беларуси говорят о кодах культурных, что, мне кажется, тоже субстанциализация. Это мужчины, конечно, если мы обращаемся к прошлому, то возникают образы князей на конях с мечами. Милитаристский дискурс часто дает о себе знать. То есть мне кажется, что нам нужны вот эти новые типы социальных связей, где бы мы говорили и о своем настоящем, и о своем прошлом, и о своем будущем в этом горизонтальном ключе, как многообразии. И мне кажется, что предпосылка этого разговора – это также разговор разных обществ друг с другом. То есть момент транснациональности важен, но более важным является горизонтальный взгляд на самих себя из перспективы горизонтальных отношений, а не вот тех иерархий, которые нам достались от прошлого. Когда мы хотим возродить прошлое, то мы просто вместе с этим прошлым все его противоречия воспроизводим в наших обществах. И мне кажется, что все-таки мы много последние 30 лет это обсуждали, и можем как-то критически к этому отнестись. И в другой логике, и обсуждать наше общество и нашу культуру, и другим способом воображать, в каком обществе, и в какой культуре мы хотим жить. Спасибо большое. Прежде чем мы подойдем к последнему блоку тем, я бы хотела еще несколько вопросов из публики задать. У нас один вопрос здесь, возможно, их и больше. Пожалуйста, дайте знать. Именно сейчас мы говорили о реальной утопии, об утопии-утопии мы живем. Однако здесь и сейчас и вопрос, есть ли какие-то другие меры здесь и сейчас, которые мы можем на уровне интернациональных институтов, институций, к которым мы можем обратиться? Как может ЕС, например, повлиять на Беларусь, чтобы политические заключенные были выпущены и так далее? Ольга. Ну, мы, говоря о взаимодействии с демократическими странами, о поддержке Беларуси, мне кажется, с одной стороны, должны мы говорить о давлении на режим Лукашенко. Я поддерживаю идею санкций. И видно сейчас по риторике Лукашенко, что Лукашенко опасается следствий, опасается того, к чему санкции приведут. Он об этом постоянно говорит. Мне кажется, что это сигнал, что это правильный путь. Но мне кажется, не менее важно говорить о позитивной программе и поддержке гражданского общества, культурных проектов, образовательных проектов. К примеру, за последние 20 лет в Беларуси возникло очень много культурных площадок, культурных акторов и актеров. Сейчас нет возможности для них создавать свои новые проекты. И разного рода резиденции, программы сотрудничества между разными культурными институциями могут позволить дальше работать над своими идеями, своими проектами белорусским автором и авторком. И с другой стороны, как-то формировать то, о чем мы вначале говорили. Новое представление о Беларуси, открывать Беларусь. То же самое, можно сказать, близкая мне сфера образовательная. Здесь также пока очень мало возможностей для белорусских ученых. И мне кажется, что внимание университетов, огромное количество университетов в Германии. И мне кажется, что если там каждый университет хотя бы обратит внимание на одного исследователя или исследовательницу и захочет сделать какой-то проект, пригласить исследователя и исследовательницу из Беларуси, даже вот из тех, кто потерял работу то есть за пределами Беларуси находится, это будет огромный вклад и в развитие белорусских ученых, и с другой стороны, в формировании вот этого дискурса о Беларуси, которого не хватает. Спасибо большое, Алис. Хочешь дополнить? Да, мне бы хотелось согласиться всеми силами с Ольгой об обоим пунктам. В общем, санкция очень простой инструмент, такой инструмент, который легко снаружи требует, если сам ты не внутри. Поэтому я понимаю людей, которые говорят, что ситуация в стране изменится. Но ЕС как раз-таки ввел санкции, когда сам ЕС был под угрозой. Именно речь идет о самолете Ryanair, когда Роман Продосевич и его подруга были выградены. Александр Лукашенко сейчас, который совершенно целенаправленно приводит мигрантов на границу, и то там Европейский Союз тоже был вынужден действовать. Это как раз-таки то, что белорусы говорят все время. Наш кризис, наше состояние касается вас. И есть определенные события, которые это доказывают, но выясняется, что слишком мало этого. Нужно раньше начинать, а не тогда, когда ЕС уже сам под угрозой. Еще один момент. Культурная жизнь. Ольга говорила о том, что революция в определенный момент удастся, увенчается успехом. Или, по крайней мере, наступит такое состояние, в котором можно будет что-то преобразовывать. Эти пространства для преобразования, они будут очень мрачные, если мы потеряем все эти годы и никаким образом не будем поддерживать акторов гражданского общества. Это то, что делает Лукашенко. Все разрушать. Институции, культуры, гражданское общество, новое поколение, музыканты. На самом деле все абсолютно. И мой совет не давать не 50 гуманитарных виз, как это в Германии было для беларусов, но определить какой-то период, может быть, и 10 лет, для того, чтобы компенсировать то, чего в Беларуси не хватает. Программы, деньги на университет в эмиграции, программы образовательные и так далее. Все то, что в Беларуси сейчас невозможно, это троекратно должно компенсироваться за пределами Беларуси, для того, чтобы время после Александра Лукашенко не было мрачным временем. Спасибо большое. В нашем разговоре мы обратились к теме, как в Беларуси ситуация выглядит. В немецких медиа, в международных медиа не так много информации. Есть ощущение, что ничего не получилось, поражение, ничего хорошего не было. Мы видим все меньше женщин в общественном пространстве. Ольга, ты говорила об этом моменте как в очень критическом моменте. Почему этот момент настолько критичный? Почему мы все меньше и меньше видим женщин? Как и Алиса тоже сказала в начале своей книги, речь идет о видности и о целостности. Почему сегодня говорим об этом критическом моменте? Ольга, пожалуйста. Ну, мы много анализируем это в нашей фемгруппе и пришли к выводу, что вот когда с весны усилились репрессии, новые формы репрессии возникли в отношении НГО, значительная часть активистов и активисток вынуждены были уехать из страны, потому что иначе оказались бы в тюрьме. В тюрьме женщины начали заниматься помощью. Женщины – главные действующие лица, которые ответственны за то, чтобы люди могли уехать, найти крышу над головой, чтобы их дети, если это семьи или женщины с детьми, могли найти возможность вообще пропитания, одежды, очень таких элементарных нужд. И вот это такой во многом невидимый труд, но в том числе труд, о котором журналисты не считают должным говорить, к сожалению. Традиционно говорящими оказались мужчины, те аналитики и журналисты, которых мы видели до 2020 года. Но я, тем не менее, хотела бы обратить внимание, вот сейчас подводятся итоги года, и я увидела, что целый ряд женщин все-таки стали видимыми. К примеру, Кристина Шеренок в Праге занимается помощью для переезжающих и пострадавших от репрессий белорусов и белорусок. Она организаторка одного из проектов. Наста Базар до недавнего времени в Киеве руководила пространством и создавала возможности разные для того, чтобы главным образом женщины могли найти поддержку. Вероника Линдаренко в Варшаве создала хаб, который позволяет людям, которые в IT-сфере, поддерживать друг друга, делиться контактами и как-то выстраивать эти отношения, которые были в Беларуси. Юлия Мицкевич, которую мы уже упоминали в Вильнюсе, ее организация «Активно быть файном» является одной из важнейших таких точек сбора сегодня, проводят множество мероприятий. То есть, в общем-то, если мы присмотримся, женщины по-прежнему являются активными, женщины по-прежнему делают очень большую и важную работу, и мне кажется, что важно, чтобы журналисты, журналистки имели в поле зрения их. Мне также обидно, что Светлана Тихановская, когда ездит по разным странам, встречается чаще с мужчинами, и мы видим ее в окружении мужчин, чем женщин. Но, в общем, это исправимо, и я очень надеюсь, что мы также, что женщины эту видимость свою получат, что как-то это будет компенсировано, потому что женщины остаются активными и несут большой груз на себе. Я не уверена, что этот критический момент настал. Беларусь на самом деле исчезает из фокуса внимания, но не до конца. Три женщины как раз-таки сейчас получили премию Карлсхарт. Мы были в ежедневном шоу. Это самая важная программа на телевидении в Германии. Были сообщения на радио, были интервью со Светланой Тихановской, которая без устали ездит по Европе, действительно встречается скорее с мужчинами, но тем не менее очень важными, ключевыми людьми в этих процессах. И поэтому ее работа такая важная, потому что она поддерживает белорусскую тему на повестке. Конечно, я вижу с определенным разочарованием, что медиа как раз-таки интересуется, когда мигранты на границе появляются. Жуткая катастрофа, очень важная тема, катастрофа, которую Лукашенко сам организовал. Это, безусловно, требует и внимания. Но я как раз-таки говорила недавно с моим коллегой, который получил аккредитацию на четыре дня на границе. Мне не дают эту аккредитацию. И у него я увидела, что ситуация мигрантов на границе, которые не знают, они переживут эту ситуацию или нет. И ситуация в стране с репрессиями, ситуация с унижением, что нужно это вместе связывать. Невозможно думать или об одном, или об другом. Обязательно нужно эти две темы связывать. И я бы сказала, что все-таки медиа остаются в этой теме, но это, конечно же, меньше. Объем информации меньше. И если хотите, то это просто такой ход вещей. Экономия внимания. Корона сейчас требует внимания. Афганистан. Был такой период, сейчас ситуация с Россией. И, конечно же, акценты будут не такими четкими. Я сейчас последний вопрос хочу задать вам обеим. И спросить в чате, соединить свои вопросы с вопросом в чате. Алиса спрашивает в чате. Там идет речь о том, какие реакции. И были ли рецензии на ваши книги, особенно в феминистских немецких изданиях. И мне бы хотела дополнить этот вопрос и спросить, чего бы вы хотели в продолжении того, что Алиса сказала. И я хотела бы процитировать себя снова и сказать, что не воспринимать восстание в Беларуси это утраченный шанс. Если мы перестанем быть активно и внимательно, внимательно и активно, может быть, наоборот, я имею в виду Германию, ЕС, о каком шансе, о каком упущенном шансе ты говоришь, что было и чего бы вам хотелось. Кто хочет начать? Может быть, Алиса? Реакции в моем случае были очень позитивными. И часто я получаю реакции от людей, которые не так много знают о Беларуси или не знали Беларуси немножко, только знали. И у меня было ощущение, что я им дала возможность что-то понять. И меня это больше всего радовало. Я вспоминаю... Сейчас ты процитировала главу о феминистках в Германии. Я опубликовала ее в цайт. И я была поражена письмам читателей, потому что многие говорили о стыде, что они так мало интересовались. Но не стоит этого стыдиться. Стоит стыдиться, когда не хочешь знать. И это как раз-таки не наш случай. Из феминистских кругов очень сложно сказать. Отдельные феминистки говорили о своем интересе. Они говорили о том, что прочитали мою книгу. Они стали активнее. Не из-за моей книги, а потому что они увидели, что эта тема остается, и она важна. Классические феминистки Алис Шварцер и другие, я ничего от них не слышала. Что бы я хотела? И мне бы хотелось... Что бы мы обязались быть внимательными. Положение в Беларуси настолько брутальное и катастрофическое, что единственное, что мы можем сделать, это быть внимательными. Мы можем быть внимательными, следить за эту ситуацию, не выпускать из глаз, для того, чтобы люди не чувствовали себя забытыми, не умирали в одиночестве и в забытии, чтобы у них было ощущение, их видят. Это цитата, что касается утраченного шанса не увидеть этого восстания. Это глава у феминистов, как я уже сказала, в принципе, как и большинство, большинство в обществе не интересуется. И я думала о том, что женская борьба никогда не является национальным событием. Восстание в Беларуси послужило примером россиянкам. И наоборот, это благодаря цифровому миру возникают отношения и взаимовлияние, и не видеть это, а видеть только свою общественную позицию. В Германии мы не закончили с равноправием, у нас еще много чего есть, но нужно смотреть и по сторонам. Я это имела в виду, как говорила об утраченном шансе. Спасибо. Алис, Ольга? Ну, я, Алис, поддерживаю, в том, что самое важное – это внимание в Беларуси. Может быть, это должно быть какое-то углубление того, что мы в своих книжках обсуждали, поскольку понятно, что у нас какой-то свой взгляд, и это только часть всей этой огромной истории протестов, тем более более длительной истории, новейшей истории Беларуси и более длительной истории Беларуси, которая, конечно, часть региона также. И мне кажется, что тут большой потенциал для того, чтобы вообще осмыслить отношения, если мы говорим о Германии с своими соседями в Центральной и Восточной Европе. Ну, да, и нужно не забывать, что это регион кровавых земель, как Снайдер обозначает наши страны, и это также осмысление этого прошлого, Второй мировой войны, Холокоста. И эти дискуссии для Беларуси также важны сегодня, поскольку режим спекулирует на этих темах, и было бы очень важно вместе с белорусскими исследователями и исследовательницами обсуждать эти темы, чтобы предлагать альтернативные дискурсы. Ну, и что касается рецепции, то вот я обратила внимание, не так давно вышла, упоминалась моя книга вместе с книгой Юлии Тимофеевой, ее дневником в феминистском журнале австрийском «Вайбер-диван». Вот в номере, в зимнем номере 2021 года обе наши книги рекомендовались, и были хорошие рецензии, как книги, которые позволяют взглянуть на то, что происходит в Беларуси, и на роль женщин. Ну, и точно такая же история с моей книгой, как и с Алис, что, что касается газет, больших изданий, то книга упоминалась, да, в газетах были рецензии, но что касается специализированных феминистских журналов и феминистских высказываний, то их не было. Вот. И, наверное, хотелось бы, чтобы они были. Хотя, как я уже и говорила в начале, причем согласно с Алис, что вообще внимание к Беларуси, да, в целом важно. Как бы наши книги – это только вклад небольшой, и я считаю, что… Ну, как такой вклад, они должны рассматриваться, да, давать импульс, но на самом деле внимание должно быть связано, да, с политическими заключенными, с репрессиями сегодняшними, с тем, что вообще в регионе происходит, да, и как должен сегодня, да, отношение выглядеть между разными странами – Украиной, Россией, Белоруссией, Германией, поскольку мне кажется, что это сложившееся после Второй мировой войны или после раздела, да, мира на Западную и Восточную Европу, и то, что последние 20 лет происходило, да, все-таки все это нуждается в переосмыслении. И наши страны, да, вот так же, как часть Центральной и Восточной Европы, должны новое понимание получить, да, и новые дискурсы породить. Большое спасибо, Ольга, большое спасибо, Алис. Мы подошли к концу нашей дискуссии, то есть сделать, взять на себя обязательства по привлечению внимания к ситуации. Я также особенно хочу подчеркнуть значимость этого слова для наших гостей, для наших слушателей. Большое спасибо, что вы сегодня здесь присутствовали, и давайте будем вместе привлекать больше внимания и призывать к действиям. То есть я слышала, что есть новый способ коммуникации, речь идет о том, чтобы мы через пример Беларуси рассматривали по-другому социальные иерархии в нашем обществе и пробовали бы внести больше изменений на международном уровне в эти структуры. Беларусь – это очень важный пример того, как может вдруг возникнуть очень многое из такой ситуации, и этот пример это подчеркивает. Большое спасибо за дискуссию, за ваши личные впечатления, за то, что вы поделились своими концепциями, видением. То есть я говорю не о утопиях, о концепциях и видении, и я думаю, что мы увидим их реализацию, осуществление, и будем работать над этим сообща. Я благодарю организаторов этого мероприятия и передаю слово Алису. И большое спасибо за внимание наших слушателей. Олеся, мы ждем сигнала от тебя, что мы можем официально завершить нашу дискуссию. Олеся, ты на месте. Это не было заплановано. Я чувствую. Я могу так само со своего боку только поддяковать. Чувать меня доброе? У меня тут эхо. Дякую вам, Велизны, за дискуссию. И я споделюсь так само, что мы состренимся в Новом годе и сможем працагнуть так само дискуссию и про махчимасти международной солидарности. И так само про белорусских женщин, які вельмеж матрубят для демократичных пирамин. Дякую всім. Дякую.